Всем привет, с вами Голодный, мы продолжаем играть в Dark Souls, и перед тем, как штурмовать великие архивы, мне тут напомнили, что я пропустил тут спуск, да, я пропустил этот аппендикс, сказав, что там ничего нет, хотя могло бы что-нибудь быть, но я пропустил этот спуск. В принципе, здесь ничего особо важного, всего лишь обломок титанита, но этого как раз обломка титанита может там не хватить для апгрейда. Итак, сегодня у меня меч тьмы, к сожалению, не сильно прокачан, всего лишь до плюс 7, как раз мне не хватило обломков титанита, и по-моему, как раз одного обломка мне и не хватило, чтобы хотя бы прокачать его до плюс 8, но ничего страшного, побегаем пока с ним и с таким. Он и так достаточно читерский, но в последнем обновлении его вроде как немножечко понерфили. Я не знаю, что именно у него уменьшили, но я читал в патч-ноте, в описании патча, что там вроде как с ним что-то сделали. Итак, ну что ж, поднимаемся на второй этаж, где мы и закончили в прошлый раз. Да, парни совсем не хотят умирать очень быстро. И вот как раз то само место. Можно сказать, что мы убили вон там, на вон том мосту знатока кристальных чар. И давайте теперь потихонечку, потихонечку, помаленечку будем обследовать здесь все. Теперь уже можно сильно не торопиться. По крайней мере, сверху у нас прессовать уже никто магией не будет. Да, здесь очень много... ...других застранцев, которые кидаются магией. Также еще и воском. Поменял оружие, так как многим не нравится, что я играю рапирой. Неинтересно на это смотреть. И также Димка сказал, что поставь что-нибудь такое, чтобы било понизу. Рапира тут не подходит, потому что очень много низких врагов. Ну и вот к вашему вниманию меч тьмы. Такая вот у него сильная атака. Так, здесь можно было подняться как по лестнице, так и... ...по маленькой лестнице. Так, у меня нет воска на голове, и мне нужно быть осторожным. Здесь можно оглядеться и посмотреть, что я пропустил. Я вон там предмет на трупе, и ниже там еще на полках один предмет. Давайте спустимся и соберем все. Возможно, мне нужно было сходить вниз и окунуться в воск. Ну ладно, не хочу я уж туда возвращаться. Так, здесь нужно... ...аккуратненько... ...титанитовая чешуя. Там также мы можем наблюдать ящерку. Туда мы еще сходим. А внизу у нас еще одно тело. Чтобы не отбить ноги, можно было поставить кольцо кошки, но думаю, что я переживу это падение. Оу, еще чуть-чуть. Я бы не долетел, надо было сделать кувырок. Здесь у нас Эвелин. Это еще одна пасхалка, можно сказать, в первой части Dark Souls, так как там Эвелин тоже был на книжной полке. Если вы помните, в архивах Сита. Внизу все живы. Но можно их не убивать. Главное добраться до лестницы. Сейчас мы прочитаем про этот Эвелин. Там раб занялся чтением книг, похоже, наверху. Кругом шаги. Очень много народу здесь вокруг ходит. Эй. Так. Здесь рычаг. Важный рычаг. Сейчас прикончим этого раба сначала. Ух ты, два удара не хватает. Да, слабоват, слабоват. У меня пока меч. Ну, был бы он плюс 10, он бы тут вложил бы, дай бог. А, плюс 7, конечно, немножечко ему не достает. Так, ну что ж. Этот рычаг. Так. Блин. Вон, вон там. Спереди опустилась полка. Помните, где был бассейн из воска? В том месте опустилась полка. Нужно вернуться и забрать. Очень важный предмет. Так. Давайте вернемся, наверное, вот этим путем. Так, вот эта ящерка. Так, надо сейчас вспомнить, как ее взять. Да, по-моему, она берется падением сверху. Ладно, я попытаюсь ее взять. А, кстати. Пойдемте-ка. Сходим, поквитаемся с ящеркой лучше. Внизу, которая здесь осталась. Да, мне подсказали, почему в прошлый раз я не мог тут прицелиться. Так как здесь темно. О, хаотический титанит. Так как здесь темно, не работает лог на цель. Да, такая же фишка была во втором Dark Souls. На одном из боссов. На грешниц. Если вы там не зажгете лампы в комнате с боссом, то на нее нельзя было прицелиться, сделать на ней лог. Так, ну что ж. Вот здесь как раз эта полка. Вот эта полка опустилась. Так, кажется, я слышал, кто-то... Кто-то где-то упал. Пошел он. Здесь очень важный предмет. Кусок титанита. Ну что ж. Мы готовы продолжать дальше. Давайте вернемся. Сет Корникса очень прикольно смотрится. Особенно в горящем виде. Ему идет этот тлеющий пепел. Итак, сверху мы сходили. Забрали там два предмета, да? Так, больше нам, в принципе, там делать нечего. Ту ящерку мы попробуем взять немного позже. Так, еще... Еще рабы. Ё-моё, сколько вас тут? Откуда вы берете? Этим, как ни странно, хватает двух ударов. Ну, наверное, потому что я их ловлю на контратаке. На контратаке урон... Урон выше. Ну что ж. А, вот, кстати, была ванна. Можно было здесь окунуться и там спокойненько нажать рычаг. Так, вы мне не страшны. Обломок титанита. Так, и... Можно идти наверх. Так. Главное, что-нибудь не упустить. Сейчас, пока я досматриваюсь, у меня закончится воск. Еще один библиотекарь. Да, здесь еще и книги, еще и... Мало того, что... С книжных полок, еще и снизу начинают атаковать. В большом количестве. И здесь у нас иллюзорная стена. Я думаю, что все ее находили при первом прохождении, даже без особых подсказок. И здесь еще один. Рыцарь. Последний. Рыцарь из ретила. Сет Корникса, конечно, слабоват на физическую защиту. Но у него достаточно высокая элементальная защита. От различного огня, магии и тому подобного. Ух ты. Успел мне все-таки нанести жесткий удар сверху. И последний рыцарь дает сет. Давайте все почитаем. Заодно почитаем Эвелин. Эвелин. Очень редкий скоростной арбалет. Изощренный механизм позволяет выпустить три болта один за другим. Каждый выстрел наносит сильный урон. Хотя его и использовали как оружие. Этот арбалет – настоящее произведение искусства. Чем-то похожее на музыкальный инструмент. Мне пишут, что я совсем ничего не демонстрирую. Ни сеты, ни... Ни сеты, ни оружия. Ну, вот так вот Эвелин этот выглядит. Достаточно долгая у него перезарядка, но... Валит сразу тремя выстрелами, как из автомата. И прикольно выглядит. Броня рыцаря-легионера из ретила, окутана холодной дымкой. Рыцарям давались глаза понтифика, но эти глаза превращали их в яростных и даже буйных воинов, способных лишь безумно нести службу. Доспехи. Броня рыцаря-легионера из ретила, окутана холодной дымкой. Написание такое же. Так. Чего-нибудь бы не пропустить, какой-нибудь сундук. Книжки. Здесь самое место было бы чего-нибудь положить, но здесь пусто. Вообще, очень интересная комната, похожая на какой-то скрытый склад. Различного барахла, книг, подзорных труб. Чуть не прозевало, у меня уже здоровья совсем не осталось. Что это за страшные звуки? Парень зачитался. Поток душ. Чары созданы первыми мудрецами, когда Лотрик и Великий Архив только появились. Заклинание выстреливать мощным залпом душ. Самый первый мудрец ставил под сомнение легенду о поддержании огня. Говорят, именно он был личным наставником наследника престола. Возможно, он и посеял смуту в Лотрике, и тот не стал возжигать первое пламя. Так, ну, надеюсь, что я здесь ничего не пропустил. Но, если что, пишите. Так. Шкатулочка. И тельца с титанитовой чешуей. Естественно, я думаю, что вот этот меч тьмы грейдится за какую-нибудь титанитовую чешую. Но нет. Грейдится за обычный титанит, как ни странно. Так. Здесь еще один предмет. Камень утраты. Достаточно запутанная локация. Которую можно что-нибудь пропустить. Нет, в плане того, чтобы просто ее пройти, она... Да, она не такая уж запутанная. Но в плане того, чтобы все собрать, очень проблематично. Хотел сделать ему суперудар, но не вышло. Блин. Зарубил. А, у него суперудар, это толчок. Так. Падать сюда не стоит. А он туда забраться стоит, но не отсюда. Рычаг. Открывает небольшой шорткат. Кольцо ученого. Мы здесь уже были. Только тогда мы поднялись наверх, и эти полки были закрыты. Так. Кольцо ученого я прочитаю немножко позже. Ну вот здесь точно можно упасть на полку. Перед тем, как падать вниз, давайте откроем шорткат. Открывайся. Так просто не открывается. Да, это самый первый этаж архива. Я показывал вот эти вот, как раз, книжные полки. В прошлом видео говорил, что они пока закрыты. Давайте я быстренько сбегаю в храм огня и немножко погрейджу свой меч. Так, ну что ж. Пойдем бить ящерку. Мда, всего лишь титанитовая чешуя. Да и что можно было от нее еще ожидать? Чтобы не тратить ваше время, быстренько перемотаем. Царский подгон. Итак, ладно, бежим, бежим, бежим на лифт. Кстати, я не почитал кольцо мудреца. Давайте пока едет лифт. Почитаем. Кольцо ученого, точнее. Кольцо с выгравированным портретом ученого повышает интеллект. В лотрике ученые долгое время считались одним из трех столпов королевской власти. Поэтому они управляли великим архивом. Три столпа. Рыцари, ученые и верховные жрецы. Так, ну что, продвигаемся дальше. Я загрейдил свой меч до плюс восьми. На больше у меня не хватило обломков титанита. Не стал тратить никуда души. Пусть пока у меня побудут. Здесь сверху открывается просто отличнейший вид. И мне бы, конечно, не помешало здесь поиметь... Поиметь... Немножечко... Воска на голове. Здесь очень много вредных книг. Помимо того, что они отнимают жизнь, они еще и проклинают. Вон, давайте пока туда не побегу. Попробуем найти ванну с воском. Если здесь такая имеется... Но похоже, что нихрена здесь такой нет... О, стоять. Блин. Опять ты меня заманиваешь, я знаю. Нет. Бежим, кольцо. Кольцо нужно поставить. Кольцо защиты от проклятия. Так, это выход на крышу. Здесь еще одно тело сверху. Так, сюда. Сюда мы еще успеем. Так, кольцо мы там забрали. Тоже потом прочитаю. Сейчас меня немножко отпустит от проклятия. Наверху ходят ученые. Давайте я все-таки попробую найти ванну с воском. И вернуться сюда. Так, ванну тут, в принципе, неподалеку. Ой, сколько желающих еще. Искупаться. Чувак, как-то ты неудачно встал. Не хотел я так жестоко такой дрынки вставлять. Меч тьмы, он коротковат, конечно, но широк. Самая основная плюшка, это то, что он очень быстрый для такого мяча. Так, пока воск не закончился, нужно быстрее бежать. Ну что, съели, да? Прикольно, книжки открываются. Здесь, на самом деле, ничего особенного-то и не лежало. Разе чего стоило бы умирать. Единственное, что здесь наверху, можно увидеть лестницу. Но отсюда туда попасть пока нельзя. Сверху меня поливает. И, соответственно, это кольцо тоже безопаснее было взять с воском на голове. Ну ладно, что сделано, то сделано. Мне кажется, что я уже что-то пропустил. Так, здесь вообще не помешает кольцо кошки, кстати. Я сегодня налегке. Вес у меня очень маленький. Поэтому всякие кольца, увеличивающие переноску вещей, мне не понадобятся. Я уже плохо помню эти крыши, но сейчас мне кое-кто прилетит надирать задницу. Потихонечку подходим к краю. Да, централизовка на краю крыши. Не очень весело. Интересно, на нее попробовать бы гармонию. Эту гаргулю, но думаю, что вряд ли гармония на нее как-то подействует. Давай, открывайся. Нихрен. Прикрывай свой каменный зад. Так, это был номер один. Сейчас будет номер два. Или это не здесь было? Значит, это где-то в другом месте. Здесь можно упасть вниз. Внизу болятся вороны. Блин, не попал. А какой замах был красивый. Ну ты что там? Ты испугался какого-то несчастного пироманта? Можешь сказать, что... Ах ты сволочь. Ладно, я тогда попью. Ага. Попил. Ай! Тихо. Нет. Сейчас отдохну. Ну-ка отойдем. Верните мне мою камену. Он нечасто стал играть. Четыре тысячи. Неплохо за них дают. Душа бойца. Ну-ка от сюда что-нибудь можно интересного разглядеть? Похоже не очень. Там кто-то подустал. Ну куда ты? Ну стой. Ну не надо убегать. Черт, одна все-таки свалила. Сверху где-то еще горгуля прибежала. Хм. Где-то была все тоже. Дорогая моя. В этот раз получилось как-то немножечко попроще. Так. Крыши, крыши, крыши. Кругом одни и крыши. Так. Как раз мы прошли оттуда. На самом деле я сейчас иду неправильно. Вернее я сейчас иду наоборот правильно. Куда мне и надо идти. Ух ты. А, вот. Да, да, да. Вот про это я говорил. Как здесь у нас обломок. Где-то, где-то. А, нет. Нет. Я провалился в какую-то клоаку. Ну что ж, мы возвращаемся к крышам. Очень неприятное место. Так, ну ладно. Здесь мы в принципе все уже собрали. Поэтому идти туда не стоит дразнить горгулей. Единственное, что здесь можно упасть вниз. Здесь можно упасть снизу и немножечко побегать. Так, с краю ничего не видно. Там стоят вороны. Ну и хрен с ними. Найду ли я здесь что-нибудь интересное. Да, это похоже вход в архив. Ладно. Тогда сходим сначала сюда. Опустошенный самоцвет. Это как раз то самое место, помните, где стоял рыцарь? Здесь обломок титанита. Туда мы пока падать не будем. Закрыто. Вороны, интересно. Давай попробуем захватить кого-нибудь. Что, нихрена? А, нет. Немножечко получилось. Загрызите друг друга. Потасовка в воронье. Жесть, что происходит. Похоже, наши проигрывают. Наши победили. Куча мала. Большая коса демона-ворона. Большая коса еретиков-сказателей, которые были путеводителями отчаявшихся душ. По слухам, эта коса принадлежала хозяйке нарисованного мира. Удары вызывают обильное кровотечение. Такое, что кровь забрызгивает даже владельцы оружия. Эта коса принадлежала, похоже, предсцелье. Судя по описанию хозяйка, которая являлась хозяйкой нарисованного мира. Что, козлы получили? Куча мала. Так, что у нас здесь? Здесь у нас еще один парапет. На котором, к сожалению, можно разглядеть печальную картину. Так, я что здесь? Не могу спрыгнуть. Здесь надо более изощренно делать прыжок. Да, дамы и господа, это серокрыс. Вот так вот закончил серокрыс, к сожалению. По поводу, кстати, кольца, которое я подбирал. Оно не имеет никакого интересного лора. Вот, кольцо глубокого укуса. Одно из каримских колец укуса повышает сопротивляемость яду, коротечению, морозу и проклятиям. То есть, получается, три в одном. Пепел серокрыса из поселения нежити. Служанка при храме сделает из него что-то отражающее суть покойного. Серокрыс был не просто вором. Он считал себя жертвой, страдающей из-за бедняков. Это и побудило его забраться на стену. Есть предположение, точнее гуляли, предположение того, что серокрыса можно спасти. Если там убить двух виверн перед тем, как отправлять его в замок. Либо убить еще кого-то перед тем, как отправлять его в замок. Но это все не подтвердилось. Серокрыс все равно умирает в лодрике. Возможно, разработчики сделали какой-то супер секрет, о котором еще никто не догадался. И может, если выполнить какие-то очень сложные условия, то можно спасти серокрыса. Но пока до этого никто не допер. И так, титанитовый чеша. Этот труп мы тоже видели с балкона. И, в принципе, отсюда можно смело портироваться. Больше здесь ничего интересного нет. Либо бежать пешком. Через весь архив. Так, внизу мы все закончили. Осталось только пережить этих чертовых горбулей. И все будет хорошо. Хорошо. Не хватает мне на вас выносливости, чтобы забить до смерти. Куда? Так, ящерка, ты пока постой. Сейчас мы тут с большим дядькой разберемся. Решим наши спорные вопросы. Прощупает поверхность. Так, пику свою не отдаешь, да? Окей. Так, тут такая резная. Мерцающий титанит тяжелый самоцветок. Ага. А вот это, да? Ух ты! Какой красивый пируэт. Тройной Риббергер, не иначе. Как он там называется? Всегда до вивалете название в фигурном катании. Я знаю, вас там еще много. Так. Так, там мы были, внизу мы были. Окей. Пойдем сюда. Там. Там. Там тоже были. Кто-то переломал всю черепицу. Я догадываюсь, кто это сделал. Так, парни. Мои сто тысяч душ тут лежат. Падай. Не очень удобное место для битвы, конечно, с тобой. Пошел отсюда. Ах ты, сволочь. Или он сдох. Так, мне же за что-то душу дали, да? Да, похоже, что он не перенес такого падения. Или обиды. Или обиды. Ну, надеюсь, ты последний. Иди сюда. Ух, пережили. Нападение. Каменная горголь. Красивая архитектура. Стены лотрика. Так, нам нужно попасть обратно в архив. И вот как раз как мы это сделали. Через этот разбитый витраж. По крайней мере, важных вещей пропустить точно не должен. Но вот какую-нибудь мелочь могу запросто. Какую-нибудь душонку, либо титанитика. Опять эти страдающие звуки. Как ты дышишь, парень? Через задницу, что ли? Научился ёжик дышать жопой, сел на пенёк и задохнулся, блин. Так и вон, похоже. Вот этот точно, наверное, сел и задохнулся. Горящий осколок кости. Отлично. И вот он, наш шорткат. Да ладно, там не усердствие сильно. Наденем броню. Восковую. Так, а здесь у нас веселое место начинается. Ладно, сном, еще успеем сходить. Так, вон там два скалолаза. Ах ты! Ах ты, дрищ! Ты поставил мне синяк на голове. Хм. Не иначе, как... Рыцарь Лодрика там стоит. Не хочу на тебя тратить время, поэтому умри по-быстрому. Ну-ка, давай мы зарядим какого-нибудь сильным ударом таким. Утапа! И сверху! И еще! Что ты такой же... Блин, чувак, что... Ты что такой живучий? Что-то мечетным мне как-то расстраивает вообще. А, кстати! Мы могли сюда попасть уже достаточно давно. Помните, я видел этот балкон сверху как раз? Да-да-да. Можно было не обходить все это дело, а спуститься здесь. Точно, точно. Здесь наверху еще и... Вон там наверху мы можем еще раз глядеть одно тело, которое висит на балке, но... И мы доберемся немножечко попозже. Фух, неужели я почти добрался до босса? Почти, но не совсем еще. Сейчас мне предстоит небольшое сражение. Так, у меня еще одна из синяя бутылка. Кстати, у меня есть пермантия внутренняя сила, которая придает мне силы, но при этом съедает мою жизнь. Возможно, мне пора сменить уже доспехи. Не гоже тут в тряпках бегать. Хм, оплавленная статуя. Раз, два, три. Три. Хоть бы по одному, блин. Что ж вы такие, блин, джентльмены. Интересно, подействует на него? Моя магия. Мэйджик. Ни хрена. Не действует. Я так и думал. Это было бы слишком просто. Раз вы нападаете втроем, тогда я буду бить лежачего. На кого ты нацелился, блин? Готард. Не иначе. Точнее, это не совсем Готард, наверное. Черноруки, они все такие. Блин. На какого-то ванхельсинга, блин, похож. Ладно, давай, я тоже попью. Получил глаз. Оу. Ах ты. Вот так-то, да? Хе, бухлот окончилось. Мак, иди в задницу. Ты настолько глуп, что не хватает мозгов тебя, чтобы обойти эту перилу. А не Кири и Убадати. Золотые крылья щит. Каждый поделится с кем-то своим уникальным предметом со мной. И этот чертов маг не исключение. Ух ты. Крем на себя. Сколько я поймал за раз. У меня есть колечко, которое спасает меня от магии. Кристальный посох с натакан. Окей. Давайте почитаем. А не Кири и Убадати. Охотники, известные как королевские чернорукие, использовали парное оружие. Эта пара клинков принадлежала Камуи, который присматривал за принцем. Это был Камуи. Камуи принес Ани Кири в поселение Нежити, где выковал Убадати. Так он подготовился к получению звания королевского охотника. То есть чернорукие были королевскими охотниками. Охотники? Платборн? Совпадение? Так, дальше. Золотые крылья. Щит синего рыцаря, украшенный золотым крылатым гербом. Этот щит выделяется среди зачарованных синих щитов. Он обладает повышенным поглощением магии и позволяет владельцу отражать заклинания. Кристальный посох знатока. Кристальный катализатор, подаренный знатоками кристальных чар, любимой ученицы Кримхильде. Кристальные сферы поглощают волю своего владельца. И этот посох увеличивает силу чар за счет увеличенного потребления навыков очков концентрации. По-моему, фантом Кримхильды на нас уже нападал. Большая душа удрученого рыцаря. Кстати, давайте-ка я поменяю это кольцо кошки. Нафиг оно мне уже нужно? Оно мне уже не нужно. Тут у нас небольшая комнатка. С важным лифтом на шорткат. Так, не уезжай без меня. Мне нужно подкрепиться и, наверное, сходить все-таки в храм огня. 160 тысяч душ куда-то надо сбагрить. Ну ладно, давайте что-нибудь прокачаем. Ничего себе. Раз, два, три, четыре уровня я могу взять. Офигеть. Так, что бы мне взять? Давайте я возьму, наверное, просто физическую силу банальную. Чтобы потом вам показать возможно какие-нибудь другие оружия. Так, посмотрим, сколько у нас и сколько мы накопили обломков титанита. 7 штук, в принципе, этого хватит, чтобы прокачать меч тьмы. Так, укрепить оружие. Да, плюс 9. И, в принципе, у нас есть кусок титанита, чтобы сделать из меча тьмы. Ну и плюс 10. И просто у нас получилась убийственная вещь. Так, и так же мы можем сжечь пепел. В принципе, мы готовы отправляться дальше. Субтитры сделал DimaTorzok